здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала мой эксперимент с живой водой продолжается и как и обещала хочу показать что произошло до спустя вот уже недели три с моими веточками драцены которую я пыталась укоренить напомню что в прошлый раз причем по весне я обрезала свою драцену она у меня была большая и у меня было три черенка внутри вот получается веточки до которые я отрезала от стебля но ни один из них не укоренился причем один я отдала маме два были у меня и что у мамы сгнила она что у меня сгнили они и я не знаю в чем причина как бы была потому что я сколько смотрела видео да там все говорят что это очень легко драцены укоренить но вот в моем случае не получалось вот и тут муж мне принес вот эти две получается веточки с работы и я попыталась укоренить их с помощью живой воды у меня уже есть видео на канале да как первая такая часть что эта живая вода спасла мою мою монстеру я ее сейчас уже посадила в общий горшок чтобы она росла уже как бы получается с материнским растением вот у нее было достаточно много корней уже я ее высадила извините конечно заранее что не сняла вам эту посадку ну что это все было быстро с детьми как всегда я чуть-чуть раскопала ямочку и посадила присыпала полила ну и думаю все стандартно ну и что же у нас происходит сейчас с моими вот веточками палочками от драцены смотрите сразу же первый взгляд падает на вот эти вот проснувшиеся пучки в прошлый раз у меня этого ничего не было вот я видела что отсюда как бы палочка сохнет да а снизу она подгнивала а вот и я естественно их выкинула спустя наверное месяца два я пыталась там как-то их обрезать отсюда там снизу то что гнило вот но ничего не получилось а тут явно видно что уже смотрите какая у нас прелесть вот я чему очень рада конечно здесь проснулась только одна почка здесь по-моему проснулась две если я не ошибаюсь и сфокусирует по-моему где-то я видела что на 1 2 на 1 1 как бы одна почка ну в принципе ничего страшного даже если как бы они будут расти по одной нет вот на этой 2 вот на этой 1 но ничего страшного потому что я очень хочу к своей большую уже достаточно драцени подсадить вот как раз таки пару веточек да пару таких вот маленьких драцин чтобы был такой пышненький кустик потому что сейчас она там ну я же говорю достаточно уже большая вот одна просто получается палочка и сейчас у нее конечно две макушки но это достаточно лысенько все так смотрится хотелось бы конечно что-то такое попышнее позеленее вот и поэтому я в принципе муж мне прислал фотографии говорит нужны веточки конечно неси домой вот и что же у нас происходит в баночке вот смотрите та-да-да-да-дан сейчас я положу на что было лучше видно или как-то так на руку их смотрите у нас начали пробиваться корешки вот чему я очень-очень-очень рада причем я хотела вас попросить чтобы кто например уже высаживал удачно драцену сразу вот в большой горшок получается да к большой монастырь и он драцене извините оговорилась вот какого размера должны быть корешки если это вот уже в боли вот сразу так вот в большой горшок я буду высаживать потому что я вообще смотрела видео есть такие люди которые сразу вот отрезают да вот это вот веточки дать очеренкую получается плохо фокусирует и сразу же вставляют в землю да тут же вот большое растение они получается обрезали тут же эти черенки повставляли даже не накрывая ни баночками ничем они раз и пошли расти у меня конечно такого не получается к сожалению может у кого-то как бы есть опыт пожалуйста напишите мне в комментариях какого размера должны быть корешки вот до какого размера мне их растить чтобы уже можно было высадить ее в горшочек и кстати хотела вам показать что вот происходит с веточкой да которая в принципе поспособствовала вот этой живой воде ну фокусируйся также вот смотрите это у меня кудрявая ива она у меня под окном растет и вот такие вот у нее закрученные листики очень красивые вот и у нее уже куча куча вот корней смотрите я даже не знаю придется мне наверное ее куда-то тоже высаживать может сначала пока зима в какой-то стаканчик а по весне уже в грунт вот собственно я вам рассказала показала жду ваших комментариев по поводу корешков да вот какого размера они должны быть и еще нужно ли будет их накрывать чем-то да вот делать парниковый эффект чтобы лучше укоренилась или нет или просто вот я сейчас например отращу их там до сантиметра двух и можно прям просто посадить и ждать результата пожалуйста напишите мне в комментариях кто вот занимался такими вещами я буду очень очень благодарна и приму каждый совет во внимание вот ну всем спасибо за то что смотрели за каждый комментарий который будет написан всем большое спасибо и надеюсь мое видео будет вам полезно и если вам понравилось мое видео ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео потому что мы эксперимен эксперименты с живой водой не закончены и на этом все пока пока